Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки Шатра Авраама. И сегодня мы снова поговорим на тему иудаизма и христианства, развития взаимоотношений. Сегодня мы поговорим на такую тему вообще о выражении «благая весть», что по-гречески переводится как «евангелие». Хочу напомнить, что для чего эти уроки нужны, ни в коем случае не для того, чтобы доказать какую-то правоту, а поднять вопрос, поднять тему с целью, чтобы человек мог сам задуматься, глубже посмотреть на какие-то вещи, что-то понять, что-то переоценить, что-то улучшить, усовершенствовать, какое-то понимание. Потому что, когда вещи давно приняты, это не значит, что они все правильные. Так же? Ну вот, например, есть такое понятие язычества. Вот то, что в Торе сказано «язычники». Сегодня в каких-то странах до сих пор это существует. Например, если поехать куда-то в Таиланд, где-то в какие-то другие места, можно четко увидеть, как люди до сих пор поклоняются каким-то идолам. И есть какие-то разные, хотя этому очень много и большое количество лет. Но это не значит, что это правильно, это не значит, что это должно существовать. Все равно это должно измениться со временем. Поэтому мы немножко будем углубляться с вами. На прошлом уроке я затронул тему своей истории, что когда я вначале был просто атеистом, потом задумался, что есть какой-то смысл у всего этого существования. И первое, куда меня пригласили в христианскую церковь. В конечном итоге я попал в протестантское направление. И мне посоветовали читать Новый Завет, а Ветхий Завет потом. Потому что Новый Завет главное. Но я так и делал. Потом через 10 лет я попал в синагогу. Понял, что я еврей. Начал ходить на уроки по Торе. И потом я пришел домой. Это я рассказывал все на прошлом уроке. И пришел домой, и я взял свою Библию. Я зачеркнул слово Ветхий. Написал слово Вечный. А потом через год спустя я взял, открыл там, где написано Новый. Зачеркнул слово Новый. И написал дополнительное поручение. Если бы это было сегодня, я бы его иначе немножко назвал. Я бы назвал возобновление, возобновление, возобновление поручения. И хочу сказать, что я имею в виду. Вот есть как бы в одной книге собрано то, что написано Ветхий Завет и Новый Завет. Я бы это назвал так, вот что я имею в виду. Есть такое понятие юридический договор. Юридический договор. А есть понятие ДОП-соглашение. Что это значит? Если берется, ну например, у меня все прописано в юридическом договоре. Например, я сдаю квартиру. И там все прописано. Если что-то кто-то сломал, кто оплачивает. Если ремонт, кто оплачивает. Мы все прописали. Но потом пришло время, и цены стали другие. И мы сделали дополнительное соглашение, что не такая цена, а такая цена. Но без юридического договора дополнительное соглашение Филькина грамота. Так же? Потому что оно только дополняет какое-то явление. Но без юридического договора ничего. И вот точно так же Синайское откровение было даровано всему человечеству. Там были законы, правопорядки, постановления, мораль и так далее, и так далее, и так далее. Это дано было всему человечеству. Да, евреям дано было чуть-чуть больше, потому что этот народ назвали народом-священником. Но там же на горе Синай, как мы на прошлом уроке с вами выясняли, было сказано о семи законах для всего человечества, которые даны были после потопа. И это тоже был вечный завет со всеми народами. Все народы имеют свой вечный завет со Всевышним. Он вечный. И точно так же еврейский народ. Но в еврейском народе что в этот вечный завет добавлено? Во-первых, идея связанная с землей Израиля, что Всевышний дает им землю. Во-вторых, что этот народ назначается священниками, царственным священством. И будет иметь особенное служение для Всевышнего, которое тоже будет приносить свет во все мироздание. И в то время это был храм, были жертвоприношения и так далее, и так далее, и так далее. И было дано более количества законов, заповедей, связанных с землей Израиля, связанных со служением Коэна в храме. Это всего не было у народов. Но у народов есть свой вечный завет с Богом. И символом этого завета он поставил радугу, которая имеет семь цветов. И это в большей части свои запреты. Это программа минимум, которую не должен. Это красные линии. Вот если есть какой-то пример в храме, мы сейчас с вами изучаем. Там была завеса. И туда нельзя было, туда одному только первосвященнику. И только раз в год. В другое время тоже. Это красная линия. Так Всевышний дал человечеству. Он дал красные линии, за которые нельзя переступать. Это шесть запретов. И седьмой закон построить в каждом народе справедливую судебную систему, которая будет смотреть, чтобы эти шесть запретов не нарушались. А дальше бесконечное количество добра, которое человек хочет, может, желает делать. Пожалуйста, делайте. Но Всевышний обозначил красные линии. Это вот интересная идея. И поэтому часто люди путают понимание завет и понимание закон. Потому что что мы можем видеть? Мы видим, что завет – это как брак, например, союз, который муж заключает с женой. Почему часто употребляются такие прообразы? Мы, например, заключили завет. А законы в нашей семье могут меняться. Мы их можем обговорить и поменять. Ну, простейший, эту неделю я мою посуду. А эту неделю ты моешь посуду. Эту неделю я забираю ребенка. А эту неделю ты забираешь ребенка. То есть мы согласились и мы поменяли законы. И это хорошо. Почему? А в нашем союзе это включено, что мы должны договариваться. Так должно быть. Точно так же в Вечном Завете с народом Израиля. Там было дано две тонкости. Было сказано, что этот завет вечный. То есть Всевышний никогда вместо вас, он не выберет никогда другой народ. Вы навсегда в этом завете. А вот закон, даю право вашим мудрецам регламентировать этот закон. И это было как дано евреям, так дано и неевреям. Потому что что такое справедливая судебная система? Вот взять у евреев. Мы видим, что Всевышний установил в понимании справедливый суд смертную казнь. Видим? Видим. Где мы это видим? А потоп вселенский? Это что? Это смертная казнь. И Всевышний четко показал, вы не должны ломать мой замысел, ломать мир, который я создал, переходить все красные линии. Тогда люди нарушили все красные линии. Была смертная казнь. Люди же как часто говорят? Вот у евреев Бог злой. Там столько всего в Ветхом Завете написано. А христианский Бог добрый. Ударят по щехе, подставят другую. Но знаете, говорить можно что угодно. Я иногда в таких дискуссиях говорю человеку, ну пойди вот в больницу, там где лежат дети ДЦП. Пойди, посмотри, как сейчас люди воюют. Посмотри, вот какие болезни. Посмотри на все это доброта. Как Всевышний все это терпит? Почему он все это допускает? Наверное, у него какой-то другой замысел. Не то, что мы понимаем. Часто люди задают такой вопрос. А почему Всевышний все это допускает? Вот надо разобраться по Торе. Потому что мы же действительно, мы можем одеть розовые очки, но мы же видим мир суровый. Не такой простой, как кажется. Не так все легко. То, наверное, есть какой-то замысел. Другой замысел. Не так, как мы понимаем. А замысел Всевышний нам раскрывает Тора. Он раскрыл нам свой замысел в Торе. Откровение это и есть. Открыть, снять покрывало. Снять с наших глаз. Чтобы мы увидели все, как работает на самом деле. Тогда мы будем трезвыми и сознательно, осмысленно делать все в этой жизни. И Тора открывает нам эти идеи. И так же само сказано, что если вы нарушите мои законы, то я вас накажу. И разбросаю вас по лицу земли. Но там же в этом завете сказано, что если вы покаетесь передо мной и решите исправиться, я вас соберу, я вас восстановлю, я вас обратно благословлю. То есть наказание предусмотрено в Вечном Завете. А вот окончание отношений нигде никогда не предусмотрено. Поэтому само слово Ветхий Завет это большая провокация. И когда там написано, что это же Ветхий Завет, Ветхое это старое, оно уже неполезное, то получается юридический договор отменили, а в доп. соглашения без юридического пиши, что хочешь. Однополые браки, пожалуйста, отмена смертной казни, пожалуйста, аборты, пожалуйста, ну все что угодно, пожалуйста. Нет же юридической базы. И тогда все, пожалуйста, придумывай, как тебе удобно, милосердие, и как ударят по одной щеке, подставь другую. Ну, например, смотрите, это же уже две тысячи лет этому учению. Вот мне, например, нравится, когда я бываю в какой-то стране, я люблю на экскурсию с историческим уклоном поехать. Вот, например, в Мексику. И там вот были, ну, когда христианизировали, первые христиане туда попали, там были злые языческие племена. Майя, ацтеки, ну такие это были серьезные, там они вырывали сердца, приносили в жертву людей. И там история знает, как там насаждалось христианство. Там точно никто не подставлял щеку, ни правую, ни левую. Там христианство насаждали военным путем. Например, поехать в другие какие-то, ну, Доминиканскую республику, там тоже пойти по экскурсиям. Там были тоже языческие племена, но там были другого характера. Там были мирные люди, они занимались рыбалкой, занимались пушниной, ну, торговали, имели золото древнее, у них там были все. Их так же само к ним отнеслись, так же само никто не подставлял щеку, просто их насадили там, как бы, христианскую веру. То есть, делалось совсем не так, как сегодня позиционируется. То есть, говорится одно, делается другое. И поэтому тут важно понимать, что есть завета, есть закон. Например, еврейский закон тоже со временем. Как вот происходило? Мы видим, ну, любой пример, возьмем один. Было дано возможность многоженства. Можно, конечно, сегодня в нашем поколении шутить по этому поводу все, но это потому, что мы не жили в то поколение. Но в то поколение мы видим, что Всевышний в законе разрешил иметь там при определенных условиях, что жены согласны друг с другом, что есть возможность содержать эту семью. При определенных условиях допускался такой брак. Пришло какое-то другое поколение. Еврейские мудрецы увидели, что это теперь уже приносит в этом поколении больше вреда, что женщины не могут так, если даже еще мужчины могут, то женщины нет, то ничего хорошего из этого уже не получается в этом поколении. Сели и переписали закон, изменили. Не отменили Вечный Завет, а переписали закон и утвердили новое положение. Из того этого определенное количество людей имеют только одну жену. А в каких-то народах это до сих пор так есть. Понимаете? Разница Завета, разница Закон. Вот это очень важно, ну, понимать, потому что сегодня это редко, ну, кто понимает. Теперь немножко мы поговорим вот о самом понимании благая весть и то, что называется Евангелие. В принципе же хорошая благая весть. Только надо понимать, о чем это благая весть. Потому что 2000 лет назад, когда сформировалась новая религия, появилось вот это вот выражение. Благая весть, даже по-русски звучит это хорошо. Но на греческом это слово переводится как Евангелие. И многие слышали, вот есть выражение Евангелисты. Они-то проповедуют Евангелие. Но надо просто разобраться, о чем речь. И вот мы сегодня попробуем немножко покопаться. Мы не будем какой-то вердикт восстанавливать. Мы немножко покопаемся в священных текстах, чтобы глубже разобраться, что такое благая весть, как нам к этому относиться, о чем это благая весть, для кого это благая весть, и откуда вообще это выражение берется, и как к нему сегодня относиться. Потому что слово «благая весть» точно выражение хорошее. Главное, чтобы понимать, что за этим выражением стоит. Для этого мы попробуем переместиться во времена жизни Иисуса Христа. Прошло уже более двух тысяч лет. И понять, откуда взялось это выражение, что он сам по этому поводу говорил. То, что написано в том, что называют Новый Завет, в том, что там написано с его слов, то надо понять, о какой вере он говорил, вот в кого верил он сам. Мы же понимаем, что человек может из себя нести то, во что он верит сам. Так же? Если он будет рассказывать какие-то другие истории, хотя такое тоже часто бывает, но у него точно так не было. То надо взять несколько, вот прямо с тех текстов, я взял несколько выписок, чтобы раскрыть больше эту идею, в кого верил он сам. Вот есть интересный момент, я даже места вам скажу, вы можете посмотреть, это Луки 4 глава, там в 8 стихе, такое интересное написание. Там написано, что когда искушал его сатана. Ну, это интересная идея, мы понимаем, мы можем сразу картинку, вот как змей искушал Хаву. Искушал он, не мог его заставить. Он ему предлагал, соблазнял, но действие должен был сделать сам Иисус. И он ему там разные предлагал, не буду глубоко в это входить. Ну, что ответил ему Иисус? Отойди от меня, сатана, потому что написано, на какие тексты ссылался сам Иисус. А понятно, что он ему сказал? «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Иисус говорит сатане, отойди от меня, потому что написано. На что он ссылается? И передает ему первое речение, которое есть в молитве Шмайсрель, «Слушай, Израиль, я Господь, Бог твой, который один». Иисус говорит эти слова, «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Задается вопрос, ведь в других потом текстах и посланиях его называют Господом? Самого Иисуса называют Господом? То кого тогда Иисус называет Господом и Богом? Сразу вот это двойное имя, Господь и Бог. Тот, который создатель, все создал, и тот, который всем управляет. Вот если коротко понять идею, он не просто все это создал, а он всем этим управляет 24 часа в сутки. Всегда. Мир находится под контролем Всевышнего. Поэтому когда-то называют Бог, когда-то Господь. А чаще говорят, Господь Бог всемогущий. Так и сегодня молятся. Но когда, например, в еврейском народе люди говорят, Господь Бог, они имеют в виду того же одного единого Бога, не Иисуса. Но дальше в Библии там сказано, Иисуса называют Господом. Что вы называете меня Господи, Господи? И так далее. Ну, в кого же сам верил Иисус? Однажды к Нему подошли люди и сказали, Ему учитель благой. Он говорит, не называй меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Сам Иисус верил в единого Бога, как верили все евреи. И ссылается на это, прямо говорит Господу, написано, Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Вот во что верил сам Иисус. Поэтому очень часто, когда я не люблю там такие дебаты, но когда бывает, есть у меня приятели, и мы немножко с ними дискуссируем на эту тему, так я ему говорю, ребята, вы отделите вообще самого Иисуса и от того, что уже потом религия представила. Уже этого не написано даже в текстах Библии. Это просто уже какие-то понимания, которые люди переложили по-своему, назвали его Богом. Это ни к чему хорошему не привело. Это породило другую религию, ислам. И сегодня они никогда не примут Евангелие в том виде, которое оно есть сегодня. Никогда они этого не примут. В таком виде, которое есть сегодня. Теперь посмотрим немножко дальше на жизнь Иисуса. Вот как он вообще стал учителем? Ну, как он стал учителем? Луки 2, 46. Написано, что однажды родители потеряли его и нашли его среди учителей в храме, слушающих и спрашивающего их. То есть мы видим, его потом называли равуни, там, раби, учитель, учитель Торы. Как он таким стал? Он с детства учился у учителей, спрашивал, задавал вопросы, учился у них. Если пришел оттуда Бог, шедший воплоти, ну, как кто-то думает, то зачем ему учиться у людей? Он пришел, он уже все знает. Он учился, как обычно. Каждый год родители по заповеди ходили на праздник в Иерусалим. Его родители, как нормальные евреи, по заповеди, который дан был еврейскому народу, они ходили на праздники в Иерусалим. Мы видим, что Иисус на восьмой день, он был обрезан. Мы видим, что он праздник Песох праздновал по еврейской традиции. Помните, там, где написано, что он сказал ученикам, идите там к такому-то человеку, пусть накроет нам в горнице, чтобы мы сделали там пасхальную трапезу. И там дальше написано, он взял хлеб, преломил. Ну, естественно, это уже комментарий греческий, потому что, естественно, никакой хлеб он брать не мог. Ну, есть разница хлеб и маца. И тот, кто знает разницу в празднике Песох, там не должно быть квасного, не должно быть хлеба, даже крошки не должно быть. В этом весь смысл, что маца – это символ смирения, там нет дрожжей. И это самое главное. Конечно, там надо было написать, он взял мацу, но тогда это какой-то уже, получается, какой-то не та Пасха, это какой-то еврейский Песох получается. Как это сам основатель религии, он делал Песох по-еврейски, а его же потом отменили и сделали булочки красивые. Ну, булочка – это чуть-чуть другой смысл имеет. Ну, мы сейчас говорим о Иисусе, да? Теперь немножко, несколько мифов, которые тоже, они навязаны обществу, но если мы читаем, мы можем же задуматься о том, что написано. Вот сказано, что он пришел изначально, чтобы умереть за грехи. Что это была изначальная его идея. Мы видим, что когда была вот эта казнь ему, какие слова он сказал вообще? Отче, почему ты покинул меня? Мы видим, даже по этим словам, ну, не было изначально такого понимания. И потом вот эта вот идея миф, мы говорили, что «се дева в очреве роди». Да, это было в Танахе написано, но неправильно перевели. Там «дева» стоит слово на иврите «молодая женщина». Там не сказано, что она девственница. Но потом уже в том, что назвали Новый Завет, уже вот и есть и девственница, которая родила. А почему это необходимо было? Потому что как он может умереть за грехи всего человечества? Человеку это не подвластно. Поэтому надо сделать какое-то особенное, что он Бог. Это сам Бог пришел. А сам Бог может умереть за грехи человечества. А как? Кто может умереть за мои грехи? Вот кто-то из вас может. Кто-то другой может положить жизнь свою ради служения Богу, чтобы люди отказались от своих грехов. Это да, это другое дело. Но это совсем другое понимание. И это понимание к нему так и подходит. Потому что все ради чего он жил? Для того, чтобы распространять божественность, скажем так, веру в единого Бога среди народа Израиля. И мы сейчас с вами вот об этом немножко посмотрим. Еще несколько мифов. Матфея 12 глава 40 стих. Сказано так. Лукавые фарисеи. Все же фарисеи лукавые. Это антисемитизм натуральный. Потому что есть разные люди. Фарисеи это были очень хорошие ученые люди. Праведные люди. Другое дело, есть разные люди. Фарисеи есть разные. Но нельзя писать, что они все были прям лукавые. Вот прям все евреи, все фарисеи, все были лукавые. Это чисто антисемитизм называется. И сказано так, что от лица Иисуса, что это его слова, что лукавые фарисеи, ищите знамение. То есть вы сомневаетесь в моем учении. Не будет вам знамения, кроме Йоны пророка. Идет ссылка на знамение Йоны пророка. И дальше сказано, ибо как Йона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ну, говорят, три дня и на третий день воскрес. Но тут пророчество конкретно, он сам говорит, три дня и три ночи. А вот если мы возьмем, не знаю, кто-то пробовал, я это нигде не слышал, лично сам вот так вот наткнулся, задумался, что-то так вот пришло. Сказано вот Марка 16, 12. «Воскреснул рано в первый день недели». То есть что такое рано в первый день недели в Израиле? Это утро воскресенья. Воскреснул он утро воскресенья. А умер он когда? В пятницу. В пятницу вечером перед шаббатом. Там даже написано, вот Луки 23, 54, что все его ученики не пошли его хоронить. Все приготовили, но хоронить не пошли. Почему? В субботу остались в покое по заповеди. То есть мы видим, все его ученики были евреи. Все соблюдали Песох. Все делали обрезания. Все вели еврейский образ жизни. Хоронить не пошли, потому что заповедь была в покое. Шаббат – это покой. И они соблюдали все субботу, все его ученики. Поэтому это миф такой, что потом уже люди скажут, что Иисус отменил обрезание, отменил шаббат для еврейского народа. Мы сейчас не говорим за другие народы. А это было в еврейском народе. И шаббат он не отменял, и обрезание не отменял, и другие все законы не отменял. И четко сказал Матфея 5 глава, я не пришел отменить законы или пророков. Все сбудется, все я пришел наоборот помочь людям это выполнить. Мы видим даже потом впоследствии, как бы его ученик, который Павел, да, который Саввел был, Шауль, потом стал Павлом. Зачем переименовывать с еврейского на греческое, тоже непонятно, потому что все еврейские имена давались со смыслом, с определенным. И мы видим, что Павел тоже, там разные есть выражения, но мы видим, что Павел тоже был обрезанный. И Павел обрезал своего ученика Тимофея, потому что мама у него была еврейка, а папа у него был грек, Эллен. То по маме, национальность еврейская по маме, и поэтому Павел своими руками обрезал Тимофея. И там так сказано в Библии, что ради иудеев. И некоторые ребята комментируют так, что чтобы он мог проповедовать иудеям. А я думаю, как он должен был им проповедовать? Со спущенными штанами или что? Ради иудеев написано, чтобы он остался евреем, чтобы он вошел в завет Авраама, в завет с Богом через обрезание, потому что это была особенная процедура для еврейского народа. Он это никогда не отменял. Это никогда не отменялось. Теперь немножко посмотрим, в чем его послание и кому оно адресовано. Вот в чем благая весть, это послание, и кому оно адресовано. Сам Иисус говорит о себе. Я пришел призвать грешников к покаянию. И говорит, праведники не имеют нужды во враче, но только больные. И дальше он говорит, я пришел только к погибшим овцам дома Израиля. То есть к грешникам в Израиле, те, которые отступили от Бога. Откуда мы это видим? Люди, которые понимают немножко историю, что происходило. Он пошел к рыбакам и учил их молиться. И самое примитивное. Называйте Бога просто Отец Небесный, Сущий на небесах. То есть к людям, которые, конечно, они были отступники, они даже молиться не знали. Чтобы в Израиле это с пеленок учат. Детей учат молиться, особенно в те времена, времена храма. Это было образом жизни. То есть он пришел грешникам, безбожникам, которые жили в Израиле. Есть интересный эпизод, если вы когда-то читали. Там прямо в Библии написано. Кнанейская женщина. Вы помните Кнаан? Это был проклятый народ. От потомства хана. Кнанейская женщина подошла к нему. А у него были дары. Видя по тому, что происходило. Он исцелял людей божественной силой. Какие-то чудеса там делал. И женщина, прослышав, что он может исцелить человека, подошла к нему и говорит, дочка моя страдает. На что он ей ответил. Отойди от меня, женщина. Негоже взять у детей и бросить псам. Ну, по образом, по образом, псами называли язычников того времени. Потому что это были безбожники, это были язычники. Их называли псами. И сам Иисус деликатно говорит. И него же взять у детей. И заниматься, идти туда к псам. Но она ему говорит, да, но и псы едят крохи со столов господ. Он говорит, воистину, женщина, за такое смирение иди, выздоровела твоя дочка. Ну, нормальный диалог вообще. Но это же сам Иисус говорит. То есть, его послание было к народу Израиля. Ну, вот сейчас мы это видим, да. И именно к грешникам народа Израиля. Теперь, с чего начинается идея вот этой благой вести? И то, что пришло в новую религию. Сказано, что когда он умер и воскрес. А вы, кстати, посчитали три дня и три ночи? Если в пятницу вечером, то один день и одна ночь. Это суббота. Вторая ночь. Воскресенье. То есть, две ночи. Пусть три дня, но две ночи. То есть, конкретно вот, ну, это миф. А не состыковка. Он точно умер в Песах в пятницу. И точно воскрес в воскресенье. И точно не был три ночи в очреве земли. С чего начинается идея вот новой религии? Что после того, как он воскрес, он явился двум человеком в вином образе по дороге. Так же, как он потом, как откровение, явился Павлу. Ну, то знаете, когда один человек что-то увидел, видение какое-то, еще что-то услышал. Ну, разное может быть это видение. Когда-то евреи тоже не дождались Моше, они увидели видение, что Моше умер. Оказалось, нет. На следующий день пришел с горы. Они его не дождались. То есть, человеку может быть видение любое. Есть закон, то, что написано. Иисус никогда не ориентировался сам на видение. Он говорил, написано. Есть закон. Я не пришел отменить закон. А видение это такое. На видении сегодня такое видение. Завтра такое видение. И тут написано, что он в ином образе явился двум ученикам. Вот. А после этого он явился ученикам 11, бывшим с ним на пасхальной трапезе. Вот то, что назвали вечеря Господня. Это была пасхальная трапеза. Каждый год это происходит 14-го Несана ночью по заповеди. Праздник Песох. Это то, что они вместе по-еврейски отмечали. Он явился имя и говорит, идите по всему миру. И вот тут стоит это слово. И проповедуйте Евангелие. То есть, благую весь всей твари. Вот отсюда начинается вот эта идея великого поручения. Но он говорит, проповедуйте. И там, говорит, исцеляйте больных. Проповедуйте и так далее. Он не сказал, возьмите мечи и вырежьте идейские народы. Вырежьте мексиканские народы. Установите там свои колонии. И так далее, и так далее. Послание было другое. Он говорит, идите и благую весь несите. Дальше, кто будет веровать, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Теперь надо задать вопрос. Веровать во что? Во что веровать? Какая смысл была благой весь? И что люди должны были верующие пойти? И о чем они должны были благую весь? О чем? И вот тут происходит вообще подмена всех идей и всех событий. Здесь берется идея, что Новый Завет, в чем заключается? Что Всевышний разжаловал евреев как священников. И теперь другое, то, что стало называться Новый Израиль, церковь. И теперь это столп утверждений истины. И теперь мы пойдем и везде установим свою религиозную власть. Ну, в принципе, что долго и происходило с крестовыми походами и так далее, и так далее. С военными конфликтами. Вот так вот поняли благую весь. Ну, и так оно происходило. История уже об этом говорит. Поэтому надо понять еще, кто будет веровать, спасен будет. Надо понять, что значит спасен. Мы в одном из циклей наших лекций говорили, что там подразумевается под спасением, что дорога в рай. Но этого нигде не написано. Вот в первой части Торы, в Вечном Завете, нигде не сказано, что вот такое вот есть вообще спасение. Душа сюда пришла не для того, чтобы отсюда убежать. Душа, она и так, и так вечная. И у души нет задания здесь убежать отсюда, в рай. У души есть здесь, наоборот, задание выполнить свое предназначение, раскрыть все свои силы и таланты, и что-то выполнить, какое-то божественное задание, и потом уйти туда. То есть совершенно другой смысл преподается. Но преподается как? Что только через нашу религию. То есть если ты не стал христианином, а это значит поверить, что Иисус был Бог, а не человек. Что он в образе Бога был распят за мои грехи. И только через вот такие вещи мне простятся грехи, и я туда на небо стартую. Это как Высоцкий пел. Это удобное. Удобную религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Это удобно, что за тебя все сделали, а я могу быть негодяем. А мне все простится, потому что вот кто-то за меня, сам Бог, пришел умереть. Но только мы этого не видим на самом деле при глубоком изучении текста и того, что сам Иисус о себе говорил. Дальше он говорит еще один миф. Там написано, что у веровавших будут сопровождать все знамения. Что они там смогут исцелять больных, ну там разные. Действительно, у верующих есть такая сила. Причем разных национальностей. Человек, верующий в Бога, искренний, какой бы он религии себя не принадлежал, у него бывает, есть дар, когда человек может исцелять людей. Это не от религии зависит, а от связи с Всевышним и от того, что заложено в этом человеке. Поэтому есть люди, которые даже пользуются своим даром, но без понимания, и людей они лечат, а сами страдают. Сами страдают. Такое бывает тоже. Но дальше сказано, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Говорят, что есть тут и скрытый какой-то смысл. Ну как, ну покажите мне такого верующего в Бога, который выпьет стакан яда. Или возьмет, чтобы змея его укусила. Но были люди, делали попытки, входили там в клетки к львам, пытались ходить по воде. Но часто были летальные исходы. Ну фанатики вот начитались и пытались. К льву зашел с Библии в руках. И вот в Киеве был случай, в зоопарке. И съел его лев. Написано, будут сопровождать такие знамения. Где мы это видим? И читаем, и доказываем себе, и друг другу рассказывают люди. Ну где, ну выпей стакан яда, покажи один раз. Не надо рассказывать. Это невозможно. А если какие-то там исключения, это написано, у веровавших будет это сопровождать. Поэтому, что это было за поручение? А поручение это было, даже если принять в таком виде, как оно есть, основываясь на вечный завет, то мы можем увидеть именно пример Авраама. Поэтому я говорю, что я бы сегодня назвал это возобновление изначального поручения. Потому что на горе Сина евреи получили священство, которое включало быть светочем для всех народов. И распространить знания о семи законах для всего человечества. То, что является вечным заветом со всеми, именно законы. То, что нельзя нарушать. Не просто веру в какую-то мистику, что за тебя кто-то умер, и из-за этого только ты пойдешь в рай. А другой человек, который всю жизнь трудится, верит во Всевышнего, рожает детей, воспитывает их в вере, много поколений, делает добро людям. Но он не верит в христианскую религию, а он пойдет в ад. Ну это же просто, это разве благая весть? И поэтому против этой благой вести воспротивилось две трети мира. Потому что не принимают такую благую весть. Ни в Индии, там где большое количество народу, ни в Китае, где большое количество народа. Ни в мусульмане, которых большое количество на земле. Потому что это не благая весть, это что-то другое. Люди ее придумали, еще и плюс ко всему сказали, что мы теперь самые главные, Бог нас поставил вместо еврея. Вот в чем новый завет, название. Поэтому, если назвать это возобновление изначального поручения, что народы тоже включили, чтобы нести благую весть. А о чем она заключается, благая весть? Вот в Коринфянам там хорошо написано. Там написали ученики, что имел в виду Иисус. Что он говорил? Примиритесь с Богом и начните жить по Его законам. Вот в чем заключается благая весть. И где мы видим, что это делало? Это делал Авраам. Он приходил к язычникам и что он делал? Он приобретал души всеми путями. И он обучал их монотеизму. Верив в единого Бога, который для всех народов. И не говорил, что есть главная религия, есть не главная религия, есть один Бог и есть законы одинаковые для всех. Это семь законов и символ радуги. А потом, как дополнение, чтобы сделать какой-то духовный перевес, уже появляется еврейский народ и появляется дополнительное задание еврейскому народу. Но это же не относится к этому великому поручению. И мы можем увидеть интересное пророчество в самой Библии. Там был такой старец Симеон. Помните, когда, если кто-то читал, когда Иисуса принесли в храм на обрезание, он взял его на руки и написано, был муж праведный и благочестивый. Кстати, слово благочестивый переводится как хасид. И это показывает, что были праведники в Израиле. Потому что в другой книге, там послание к римлянам, и на этом делается акцент, что все согрешили, лишены славы Божьей. Что первородный грех, все согрешили. Это в Риме были все язычники. И в книге, которая адресована к римлянам, там про них написано. А про Израиль наоборот сам Иисус говорит, я не пришел к праведным. Вот Симеон, который был благочестивый, хасид. И он взял его на руки. И что он сказал? Вот свет к просвещению язычников. То есть он тогда уже видел пророчески, видел много горя. И он говорит, много горя будет на земле из-за этого младенца. Но тут как надо понимать? Оно так и стало. Свет-то пошел к язычникам. Многие язычники, благодаря вот этому посланию, узнали таки о наличии Бога во Вселенной. О наличии какого-то добра во Вселенной. О благотворительности. Много хорошего произошло. Но сама идея была поменена. И поэтому нет такого влияния на мир. Нет таких перемен в мире. Потому что это не истина. Это послание было измененное. Измененное послание. Он говорит, это свет к просвещению язычника и славу народа твоего Израиля. То есть с этой точки начнутся перемены. Начнется восстанавливаться Израиль. То есть евреи начнут собираться, учить Тору. Тора начнет раскрываться. И этот свет пойдет также к язычникам. И эта идея, она описана, что это все будет в конце времен. И поэтому сказано, что будет семя Якова, как роса на траву. Что такое семя Якова? Это еврейский народ, который будет восстанавливаться в своей славе, в учении Торы, в жизни по заповедям. Это будет как роса на траву. Потому что уже благодаря вот этому движению, уже идею о Боге, о приходе Машеха, о изменении мира, уже знают многие народы. А в последнее время, что семя Якова, как роса на траву. То есть выровнятся кривизны. Люди поймут истину. Смогут что-то исправить, что-то дополнить. И от каких-то фанатических идей начнут внедрять правильное здоровое учение. Это и есть роса на траву. Это то, что мы видим сегодня. То, что в пророках сказано, что люди захотят изучать Тору. И когда услышат слова книги, они прозрят из тьмы и мрака. И перестанут страдать. И многие вещи хорошие начинают происходить, когда человек начинает учить истинное учение Бога. То, что он действительно дал на горе Синай. Дал как еврейскому народу, так и всем народам. Потому что там есть сила на этом учении. Вот интересный пример хочу показать. Вот в чем заключается идея примиритесь с Богом. Это то, что Иисус говорил. Это было послание. Примиритесь с Богом и живите по законам. Вот мы вчера буквально в шаббат. Рэб Давид Альтман рассказал интересную хасидскую историю. Была такая история. Один праведный очень человек однажды шел по Иерусалиму и видит два человека тянут барашка на убой. И барашек вырвался и подбежал к нему и начал тереться о ногу. И жаловаться, что его ведут на убой. А он ему говорит, иди на это ты создан. Для этого ты пришел в этот мир, чтобы тебя зарезали. И сказано, что так Всевышний расценил жесткое такое отношение. И у этого праведного человека болезнь открылась. Что-то в животе у него болело. И около 10 лет у него была эта болезнь. Мучила его эта болячка. И когда у него эта болячка закончилась, однажды в его доме там выводок мышей нашли. Ну и горничная хотела их утопить. А он говорит, оставь это же живые твари. То есть проявил к ним милосердие. И после этого он как бы, и у него прошла эта болячка. И мудрецы по этому поводу говорят, а что ж такого он плохого сделал. Барашек же действительно, его ж на убой вели. И они объясняют такую тонкость, что если бы они его просто вели, ему не надо было бежать к нему. Но так как Барашек вырвался, прибежал к нему, потерся о ногу, он создал какие-то личные отношения, то он должен был уже быть более милосердный, как-то погладить его, но как-то не так жестко к нему. Потому что Барашек сам создал с ним личные отношения. И мудрецы объясняют, вот так человек с Богом. Например, если человек грешит, почему он сказал, я пришел грешников призвать к покаянию. Если человек грешит, ему положено наказание, его жизнь превращается в ужас. И когда на убой, он прибегает к Богу и просит у него прощения, как вот этот Барашек потереться об ноги. Он создает личностную связь. И Всевышний говорит, минуточку, отменяем приговор. Раз ты просишь прощения, раз ты ко мне пришел, раз ты покаялся в своей греховности, с этого момента я буду твоим защитником, я буду при определенных условиях. Начинаешь изучать знания, начинаешь стараться жить по заповедям. Вот было послание. И вот это и надо было, то, что делал Авраам, вот это и надо распространить по миру. Что есть знания, есть законы Бога, и люди должны восстановить с ним связь, с Всевышним, изучать законы Бога и стараться жить по этим законам. Ну и я закончу вот последнее как бы вот это вот пророчество Ишаягу, 66 глава. Вот вы почитайте, там просто буквально то, что происходит сейчас. Это пророчество, последняя глава пророка Ишаягу. Перед тем, как будет воскресение мертвых, это все в этой главе. Приход Машеха, все в этой главе. И там есть интересно, написано, что я буду спасать иные народы. Ну, то, что спасать, мы уже поняли, это не то, что в рай пойти. Пошлю из спасенных из них к народам, которые не слышали обо мне, на разные острова. Это тоже уже давно происходит. И представят братьев ваших от всех народов. То есть, чем еще народы поймут? Они поймут, что такое слава Израиля, поймут, что такое вечный завет. Сегодня это происходит уже. И они возьмут братьев ваших и приведут, не в церковь затянут, не в другую религию затянут, а помогут им вернуться в свой народ и изучать свою Тору. Потому что это имеет важность для всего мира. И написано, что это будет, как принести большой дар, как будто большую жертву приносят на жертвенник Всевышнего. Настолько можно это угодить Богу. Как это в простоте работает? Вот у вас есть какие-то знакомые евреи. И вы можете сказать, дружище, как ты еще не ходишь в синагогу? Я уже изучаю Тору. А ты еще не был в синагогу. Идем со мной на урок Торы. Идем на какой-то праздник. И помочь человеку вернуться на родину, в свой народ, в изучение своей Торы. И это высвобождает большое благословение Всевышнего. Написано, что такое поведение у народов будет как большой подарок Богу. Отсюда мы видим сегодня всякие организации, которые помогают евреям вернуться, помогают построить там всякие духовные школы. Люди понимают это. С разных стран мира. Это пророчество, которое в действии. Дальше в этой же главе написано, что я восстановлю Израиль. Доведу ли я до родов и не дам родить? А дальше сказано, это Ишаягу 66-8. Возникала ли страна за один день? О каком периоде говорится? Это 1948 год. Это вот буквально недавно, 60 лет назад. Вот пророчество Исаии уже подходит, в таком пике находится. Что евреи сказали, 1948 год, резолюция ООН. Вновь на карте мира, через долго и много лет спустя, появилось государство Израиль. Доведу ли я до родов и не дам родить? Возникала ли страна за один день? Так пророчество было написано тысячи-тысячи лет назад. А мы сегодня видим, как это все сбывается. Поэтому мы уже находимся здесь. И в этой же главе написано, во втором стихе, «А вот на кого я презрю». То есть, кого ожидает благословение? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. То есть, люди все это поймут, потому что сегодня они могут учиться. Все это проанализируют, в чем благая весть, кому послание, для кого послание. И смиренный, трепещущий перед словом, перед волей Бога. Люди поймут, что это воля Бога и сокрушат свой дух. Что это такое? Гордость свою. Сокрушат свою гордость, начнут учиться и получат благословение Всевышнего. И это начнет распространяться, распространяться. Почему? Потому что трепещущий перед словом, то, что действительно истину, которую Бог дал на горе Синай, и вот это послание, которое «примиритесь с Богом и соблюдайте его законы», которые он изначально предусмотрел, для всех одинаковые законы. Это помирит весь мир. Люди поймут, что они братья друг к другу. Уже нет мусульманина, христианина, на буддиста. Все будут соблюдать одни законы и служить Богу одним плечом, написано. И тогда мир изменится. И все это будет, конечно, при помощи Машеха, который придет реально человек, который объединит вокруг всех евреев и объединит все народы. Это будет, потому что это тоже прописано. И пусть это сбудется вскоре и в наше время, и с нашим с вами участием, потому что мы сегодня можем нести благую весть людям, настоящую благую весть. Мы сегодня можем примирять людей с Богом. Мы сегодня можем делать все, о чем мы с вами говорим. Будьте здоровы! Всем хорошей недели! Субтитры создавал DimaTorzok